Девушки отдыхают В приюте «Ласка» к лету появится отдельная комната для общения с кошками. Помочь может каждый. В интернете запущено так называемое народное финансирование. Кто-то будет влюбляться и уже не сможет уйти, не взяв на плечо с собой какую-нибудь кисоньку. Добрый вечер в студии Татьяна Голубева. Некоторые темы уходящей недели мы сегодня обсудим с нашей гостьей Натальей Казанцевой, художественным руководителем студии танца имени Розы Фибер. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Татьяна. Сегодня Всемирный день танца, именно поэтому вы у нас в гостях. Сейчас многие родители, Наталья, любят выставлять в интернете, как их малыш танцует, будь то дома или, может быть, в детском саду на каком-то празднике. А вот в каком возрасте вы начали танцевать? Я, наверное, как и все дети, начала танцевать с рождения, да, потому что танец – это выражение эмоций всё-таки, поэтому дети и танцуют, и уж как танцевала, не знаю, знаю, что часто концерты родителям устраивала, устраивала, усаживала всех, привлекала сестру, привлекала подруг. Вот, а однажды, когда в подготовительной группе детского сада дети начали хвастаться и говорить, что меня записали в школу искусств, для меня это было как бы потрясение. И я пришла и родителям и спросила, почему меня не записали в школу. И 30 августа я была записана в школу искусств, и 1 сентября уже была там на линейке. А это сколько вам было лет? Шесть лет. Шесть лет, да. И именно с того возраста вы танцуете? С того возраста, да. У нас было такое занятие рисунок, песня и танец. И в конце года на педсовете детям рекомендовали пойти на художественное отделение, музыкальное или хореографическое. И я своим родителям уже через год сказала, что можете не ходить, я буду танцевать. А в каком возрасте вы поняли, что будете танцами заниматься профессионально? Ну вот шесть лет я уже и знала, что я буду работать с детьми, как, где. Но вот я считаю, что я счастливый человек, потому что я не мучилась выбором профессий. А в каком-то коллективе вот вы лично профессионально танцевали или тоже с Розы Фибер начинали, или как? Нет, 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 я танцевала в школе искусств, закончила, потом танцевала в город Тара, Омская область. Потом танцевала в коллективе самодеятельном и приехала в институт поступать сюда. За мной приехали сестра, отучилась, брат отучился. Сестра до сих пор танцует профессионально в государственном ансамбле танца. Огоньки, брат в свое время танцевал. Ну то есть у вас танцующая семья, можно сказать? Вы знаете, я еще, наверное, прихвастнусь здесь чуть-чуть, но вот именно 29 апреля, то есть вот сегодня, 45 лет совместной жизни моим родителям. И мы всегда говорим, ну что вы хотели? Вы поженились в день танца, у вас дети все, кто-то исполнитель, кто-то преподаватель. Ну я поздравляю ваших родителей, хотя и с экрана телевизора, но поздравляю. Наталья, ну вы сейчас уже давно достаточно преподаете и учите детей танцевать, как вы в 6 лет захотели, так и учите. Много ли сейчас талантливых ребятишек? А дети все талантливые, по большому счету. Единственное, что если родители хотят вот свои нереализованные детские мечты осуществить и отдают ребенка в танцы, а ребенок не хочет, то, как правило, ребенок и побеждает, уходит. А все остальные дети, если только трудолюбие, главное трудолюбие, не талант. Только трудолюбие. Здесь талант, это небольшая толика, а вот трудолюбие самое важное. А есть ли среди ваших выпускников, ну наверняка есть те, кто профессионально занимается танцами, может быть и не здесь, не в Барнауле, а где-то в центре России, может быть, а может быть где-то за границей, те люди, которыми вы реально гордитесь? Ну я горжусь всеми своими выпускниками, что касается вот именно тех, кого я учила от пяти и до выпуска. А до скольки лет у вас, ребята? А вот как есть желание, хотите в вузе танцевать, приходите. И в студии есть очень много девушек, которые, к сожалению, только девушек, нет-нет, я имею в виду, которые продолжают профессиональное обучение хореографии в вузах и нашего города, и страны. И, соответственно, продолжают танцевать в основном составе театра танца. Но дело в том, что даже если они не выбрали хореографию своей профессии, свое хобби профессии, они все безумно талантливые, творческие люди. То есть они с удовольствием приходят к нам на концерты, они живут такой вот жизнью культурной, они с удовольствием приходят в гости, посещают, ну неважно, какой вид искусства. Ну, я еще думаю, что они, наверное, просто красивые люди, потому что, мне кажется, если ты танцуешь, то ты всегда великолепно выглядишь, как, собственно, и вы. Спасибо большое. Ну, спасибо, Наталья, еще раз вас с праздником, а мы продолжим пока. В Латайском крае теперь нельзя курить на верандах, кафе, на автобусных остановках и во множестве других общественных мест. Депутаты законодательного собрания края сделали антитабачный закон еще жестче. Подробнее Маруся Загорска. Так, по новой норме с зажженной сигаретой запрещено появляться в парках, в скверах, на набережных, на остановках общественного транспорта, в местах проведения массовых мероприятий на свежем воздухе, на верандах кафе, ближе, чем за 10 метров от входов в рестораны и другие предприятия общепита, а также магазины. Кроме того, курить нельзя в переходах, вне зависимости от того, подземные они или надземные. Проект закона был принят в первом чтении на третьей сессии Краевого законодательного собрания. В целях всестороннего обсуждения закона проекта 29 марта текущего года состоялись депутатские слушания на данную тему. В обсуждении закона проекта активно участвовал и алтайский депутат Госдумы Николай Герасименко. В том числе и с его помощью серьезное ожесточение правил курения в общественных местах идет на федеральном уровне. За нарушение запретов курильщиков штрафуют на сумму от 500 до 1500 рублей, а за курение на детских площадках наказывают и вовсе на 3000. Маруся Загорская, Павел Лаурнин, информационный канал «Город». У нас в России давно ведут борьбу с курением, и мне кажется, результаты уже есть, потому что действительно, мне кажется, и вы заметили, и я заметила, что в ресторанах и кафе люди курить перестали. А как считаете, насколько реально отучить наших курильщиков затягиваться, ну, рядом с автобусной остановкой или, может быть, в парке, мне кажется, это настолько привычно, несмотря на какой-то федеральный закон. Вот мне с трудом верится, что их можно отучить. Вы как думаете? Ох, я тоже думаю, это такая пагубная достаточно привычка, и я не знаю, как люди поддаются этому невкусному занятию, грубо говоря. Вот мне кажется, что будет сложно. Будет сложно, но это здорово, потому что я толерантна до тех пор, пока мой ребенок, да, вот со мной не прогуливается, да. Я не могу садиться в такси, где накурено, я не могу, то есть, в маршрутное такси заходить, где накурено. Вот, это, конечно, бич времени, наверное, но я думаю, что все равно, если будет пропаганда здорового образа жизни, танцевального образа жизни, все будет хорошо. И вот еще хотела спросить, да, есть ли другие меры борьбы с курением, кроме запретительных? Вот сейчас Маруся сказала, что достаточно высокие штрафы будут для тех, кто будет курить там на автобусной остановке. Вот вы уже сказали, что, наверное, все-таки пойти танцевать, или каким еще образом, да, кроме запрета, можно бороться с курением? Ну, здесь мне реально сложно сказать, вот на этот вопрос ответить. Я никогда не курила, слава богу, и окружение мое тоже так же. Отец покуривал иногда, да. Ну, вот я говорю, что касается детей, потому что дело сначала вынесли из здания все зоны для курения, да, и они возле, и ребенок идет на занятия во дворец, и возле курят. И вот этот вот элемент взросления, наверное, когда с сигаретой, да, человек становится, может быть, он все-таки уйдет, и будет элемент взросления, это поход в спортзал, это выезд на природу, может быть. Ну, или танцы. Или танцы, конечно. Танцы, это самое красивое. Между тем, скоро 9 мая на этой неделе в Барнауле стартовала краевая патриотическая акция, посвященная предстоящему Дню Великой Победы. В ней приняли участие школьники и студенты. А представителям городских округов и муниципалитетов региона организаторы вручили георгиевские ленточки, чтобы праздничная символика попала в руки к жителям всех уголков Алтайского края. Ученик 6-го класса Антон Гарвард с малых лет знает историю жизни своего родственника Якова Титова, который прошел всю Великую Отечественную войну. Когда Антон родился, его прадеда-героя уже не было в живых. Но от родителей мальчик навсегда запомнил, что дед был связистом, принимал участие в битве за Ленинград и был удостоен ордена славы и медали за отвагу. Георгиевская ленточка для Антона не просто слова. Это нужно помнить, потому что все-таки это такое. Пять лет войны. Это важно. Если бы не наши деды, мы бы просто не родились, не жили. Я патриот своей страны. Я уважаю то, что наши деды отдавали свою жизнь за нас, за наше будущее. Таких, как Антон, здесь немало. Юные патриоты из разных школ и вузов города собрались вместе, чтобы раздать символы победы всем, кто не просто помнит, но и чтит память. А еще организаторы передали тысячи георгиевских ленточек в города и районы, чтобы они дошли до жителей всех уголков Алтайского края, а готовятся к празднику в каждом из них и везде по-разному. То есть в Белокурихе у нас в 9 утра стартует акция автомото-велопробег. И приурочим к этому и акцию «Георгиевская ленточка». То есть поедем в соседний район от Белокурихи, в ближайшее селение, до Солодешинского района, до села Солодешина. Будет у нас автопробег на старых военных машинах, так скажем. Акция «Георгиевская ленточка» в Алтайском крае стала традиционной. В этом году ее провели в 12-й раз. Главное, отмечают организаторы, чтобы символика победы не стала для потомков бессмысленной атрибутикой, а напоминала о том великом подвиге, который подарил нам будущее. Алена Февраль, Алексей Фризин, информационный канал «Город». Я как-то долгое время даже ходила на сумке, помню, завязывала «Георгиевскую ленточку» и ходила, не знаю, месяц, может быть, полтора. Потом уже как-то, наверное, снимала. Но мы поговорим немножко о другой акции. 9 мая в Барнауле в пятый раз пройдет уже акция «Бессмертный полк». В прошлом году она была массовая, в крае вышло, по-моему, я не знаю, 50 тысяч человек на эту акцию. Есть ли в вашей семье люди, с портретами которых вы могли бы встать в строй в эту колонну «Бессмертного полка»? Может быть, уже вставали, может быть, уже ходили? Да, два года. Серьезно? Я и с маленьким, и с большим ребенком хожу. Всей семьей ходим на «Бессмертном полку». Это потрясающее начало. Это, мне кажется, акция никогда не будет формальной. Я несу портрет своего прадеда Ларичева Петра Петровича. Три войны прошел он. И на момент начала Второй мировой войны ему было 40 с лишним лет уже. То есть он был призван, он кавалер двух орденов Красной Звезды. К моменту окончания войны ему было почти 50. И он в наградных листах, да, говорится, что за образцовое выполнение боевых заданий поражает людей. И это гордость, это прям гордость. Понятно. А еще уже кого-то несете, да, как чей-то портрет, я так понимаю? Или вы с одним на троих? Ну, я. Нет, а в семье очень много, действительно очень много. И мы когда уже объединялись с мужем, да, с сестрой, портретов даже по два мы несли. То есть поисковая работа была проведена вот именно Андреем Большая. Нет, вот муж сестры искал. Потрясающе, здорово. Столько найдено материала, столько людей. И дети наши все несли, мои племянницы. И замечательно, что в школах с понедельника, по-моему, уже целую неделю идет акция «Георгиевская ленточка». Я прям с гордостью смотрю, когда они выходят, ну, такие красотки. Вы сами изготавливали штандарт или заказывали где-то? Ну, заказывали, да, заказывали. То есть все отзываются очень действительно, быстро исполняют. Главное вовремя это вспомнить и сделать. Наталья, а вы в этом году собираетесь? Обязательно. То есть это уже традиция у вас, это не обсуждается? Да. Ну и опять же вернемся к вашему коллективу. Готовите ли вы что-то к 9 мая? И вообще есть ли в репертуаре вашего коллектива какие-то танцы, посвященные Великой Отечественной войне? Конечно. Ну, вообще это очень сложная тема, героическая такая. Вот. Но тем не менее у нас есть потрясающий номер «Живи и помни». И девушки восхитительно его исполняют. Это слез действительно. Даже у нас руководители, которые ставили, да, номер видели. Вот. Это все можно будет увидеть на наших отчетных концертах. Приходите, пожалуйста. Ну, а 9 мая коллектив приглашен уже на репетиции и на выступления на площади Сахарова. Мы будем выступать. И будет номер обреченный. Ученые. Вообще выключился мир звука. Их тронуло. На этой ноте такое трагическое. Но, опять же, это очень великий праздник. Да. Не будем пока никого поздравлять, потому что у нас на следующей неделе. Надеюсь, что погода позволит вам выступить хорошо на площади Сахарова. Мы продолжим. Краевой театр драмы готовится к премьере 3-4 мая. На основной сцене покажут танго длиной в жизнь. Почему эту постановку называют своеобразным экспериментом, расскажем прямо сейчас. Лена Кегелева – режиссер-самоучка. Этого полупрофессионального статуса она не стесняется. Говорит, главное, что руководство театра к ней прислушивается и поддерживает творческие идеи. Одна из них – танго длиной в жизнь. Спектакль называют музыкальной шуткой. Участвуют всего четыре актера. Никогда не играла в бабушку, а тут мне нужно было древнюю бабулечку играть. Конечно, у нас есть прием, это способ существования, который нам дает свободу некую. То есть свободу, что мы не полностью перевоплощаемся в старуху, а у нас игровой театр. Сюжет придумался по ходу о том, что есть разные возрасты любви, а есть разные времена года и как это все соединить. Четыре времени года, четыре возраста любви. В театре, несмотря на то, что он драматический, в репертуаре много спектаклей с песнями и танцами. Но этот превзошел предыдущий. За основу постановки Лена Кегелева взяла музыкальные произведения композитора Виктора Стрибука. Мне нравятся эти актеры тем, что они погружаются в материал. Вокально непростые темы слушаются вроде бы просто, но когда туда попадаешь, то уже надо очень много трудиться, чтобы это получалось. Вокальные партии актеры исполняют под живую музыку, аккомпанируют струнный квартет. Премьера спектакля про любовь танго «Длиной в жизнь» 3 и 4 мая. Артисты говорят, что работая над этой постановкой, они профессионально выросли. Вот только готов ли зритель к таким экспериментам? Внезапно возникает прелестная мелодия любви. Левочка! Левочка, красивая! Елена Кузовкина, Андрей Печоркин, информационный канал «Город». Ну, говорили о танцах. Теперь у нас театр. Любите ли вы, Наталья, театр? Ой, я его обожаю. Да? Правда? Я не случайно работаю в студии театра танца. А, ну да, вы же тоже театр танца. Ну и какие театры любите? Ходите ли в театры наши местные? Может быть, есть, может быть, у вас любимый какой-то театр? Я во все театры хожу. Я, в принципе, всеярная. На все премьерные постановки? На премьерные, как только есть время, обязательно хожу. У меня есть любимые спектакли. Например? Вот, к сожалению, в театре драмы снят с репертуара «Бидерманы-поджигатели». Потрясающий о человеческих пороках совершенно спектакль. Нравится «Сон летнюю ночь» в театре драмы, в театре музыкальной комедии. Ну, Амадей, я как бы вообще, по-моему, поклонница этого спектакля. Собаки. На классику, может быть, я меньше хожу, но, тем не менее, я всеядный зритель. Ребенка я вожу. Вот недавно мы были на «Красной шапочке» в театре куколу. То есть у вас театральная семья, опять же, не только танцевальная, но и театральная. Ну, я люблю это действие, потому что здесь такой симбиоз света, звука, актерской игры, музыки, хореографии. И вот это все, ну, как оно может не поражать? У нас, кстати, накануне была премьера большой сцены. Там предприниматели и общественники участвовали сами в спектакле. Вот если бы вам предложили поучаствовать, вы бы согласились в таком эксперименте? Ну, а почему нет? Ну, то есть готовы были бы, если что, сыграть на сцене, да, не только в зрительном зале посидеть. Ну, я, конечно, когда наблюдаю, я понимаю, что, наверное, нет. Я бы вот... А попробовать? Почему нет? Я сама... Дело в том, что в 10 классе принимала участие в спектакле «Войны не женское лицо». Это, может быть, возвращение в прошлый сюжет. Я от работы с режиссером, которая преподнесла известный материал таким образом, что мы и дрожали, и плакали. Вот все было как прочувствовано. И я обожаю вот, когда режиссер работает. И с нашими детьми и режиссеры иногда работают. И это мимо не проходит точно, потому что у них свой язык, у них свое общение. И детям тоже это нравится очень. А чем сейчас живет ваш танцевальный коллектив? И какие планы ближайшие? Только так коротко достаточно. Мы готовимся, конечно, к отчетным концертам. Май месяц, конец учебного года. И, естественно, у нас ни один концерт не проходит как бы так рядово. Он обязательно театрализованный. В прошлом году году кино было посвящено потрясающее у нас представление. С режиссером, с помощником, с кастингом актеров, с фильмом. Было очень здорово. А в этом году, конечно, мы тоже удивим и зрителей, и родителей. Это будет концерт детства и концерт больших полотен, которые у нас... Это в конце мая. 13-14 мая. Приходите. Приходите. Мы продолжим в Барнаузском приюте «Ласка». Этим летом откроется необычная комната. В одном помещении будут свободно гулять и жить от 20 до 25 кушек. А все желающие смогут приходить и общаться с ними. Для чего необходима так называемая кота-комната? И сколько денег требуется на воплощение задумки, расскажем в нашем сюжете. То, что общение с кошками полезно для здоровья человека, бывалые кошатники не сомневаются. Говорят, кошки лучшие друзья тех, у кого скачет давление. А кошачье мурлыканье помогает быстрее заснуть людям, страдающим бессонницей. В приюте «Ласка» таких пушистых лекарей 16 вольеров. В каждом по 4 животных. Мы надеемся, что, открыв эту кота-комнату, часть животных отсюда как раз туда переедут. И люди, когда будут приходить с ними, более близкий контакт налаживать, вероятно, и пристройство пойдет быстрее, что кто-то будет влюбляться и уже не сможет уйти, не взяв на плечо с собой какую-нибудь кисоньку. Претендентов на переезд достаточно. Кузя один из первых в очереди. Он был домашним котом, но его бывшие хозяева развелись. Имущество разделили, а кота поделить не смогли. Хотели усыпить, но пожалели, принесли в «Ласку». Кот хоть как бы и был домашний, но особо за шерсть его не ухаживали, поэтому нам пришлось его побрить, его свозили в грумерт салон. Тихо, тихо, Кузя. Единственное, что они сделали, они его кастрировали, пока он у них жил. Но кот уже такой пожилой, больше 6 лет, но очень ласковый, когда, ну, немного смущается. Кота комнату решили сделать вот в этом небольшом помещении. Здесь совсем нет ремонта, лишь установлены пластиковые окна. По словам руководителя приюта Софьи Куликовой, чтобы навести порядок, поставить кошачий домик и оборудовать уголки отдыха для людей, потребуется 230 тысяч рублей. Мы сначала домили какую-то плитку, но решили, что плитка будет сильно, ну, как бы, холодно, что ли, и как-то по ощущениям и так далее. Вот, ну, обои просто могут драть коты, поэтому вот мы остановились на варианте какой-то покраски. От необходимой суммы пока удалось собрать 50 тысяч. Деньги поступают от обычных людей, которые желают помочь. В интернете запущено так называемое народное финансирование. Сотрудники приюта уже договорились со строителями, которые готовы за месяц сделать в кота комнате ремонт. Приходить и общаться с животными можно будет совершенно бесплатно, ведь любовь и внимание людей для этих мурлык – самое дорогое, что может быть. Елена Кузовкина, Андрей Печоркин, информационный канал «Город». Все же эти мы поняли, что кота комнату будут создавать в том числе и на средства людей неравнодушных. А вы часто участвуете в благотворительных каких-то акциях? Ну, то, что касается животных, никогда еще пока не… Ну, есть возможность, если что. Конечно, если что, у нас и номера есть соответствующие. А вот детским домам мы помогали и не только концертной деятельностью, но и финансово. Наталья, вот еще про животных два слова хотела спросить. Ну, говорят, что они снимают стресс. Там погулял, погладил кошечку, погулял с собачкой, и все, и хорошо. А вы как снимаете стресс, если вообще у вас есть стрессовые ситуации, бывают? У меня есть после работы пять минут тишины, и все знают, что я сажусь в угол дивана, и пять минут. Все, меня не трогают. А вопрос от телезрителя тоже очень коротко. Анна Минакова спрашивает, среди известных танцовщиков мира, кому лично симпатизируете? Есть такие люди? Симпатизирую. Ой, на моем веку я как бы виделась лично. Махмуд Исымбаев, я преклоняюсь перед его творчеством. Это бесконечная линия все Васильев. И то, что он здесь сделал, в Дому дороги, и то, что он сюда к нам приезжал, это потрясающе. Ох, чудесные люди. А в завершении конкурса... Ой, какого конкурса? Вот видите, наверное, с вами говорили, у вас конкурсы все время. В завершении выпуска традиционный блиц, ваш любимый напиток. Сок. Ваше любимое блюдо. Всеядное. Всеядное. И ваше любимое время года и почему? А вот весна. Весна. Да, хотя сама родилась зимой, но весну обожаю. Жизнь будится. Ой, вообще, потрясающе. Наталья, большое спасибо, что вы к нам пришли. Успехов вам и вашим ребятам. И еще раз вас с Днем танца. Спасибо. Всех с Днем танца. А я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня была Наталья Казанцева, художественный руководитель студии танца имени Розы Фибер. Отлично вам отдохнуть и набраться сил в предстоящие выходные. До встречи. Самое быстрое похудение Турбо Слим Экспресс. Всего за три дня до минус трех килограммов и до трех сантиметров в талии. Турбо Слим Экспресс от компании Эвалар. Если кончился аванс, приходи в Центрофинанс. Центрофинанс помогает. Звоните. Самое быстрое похудение Турбо Слим Экспресс. Всего за три дня до минус трех килограммов и до трех сантиметров в талии. Турбо Слим Экспресс от компании Эвалар. АЭС Финанс представляет тариф победа. 17% годовых. С АЭС Финанс нас ждет уверенная победа, стабильность и успех. АЭС Финанс не только сохранит, но и приумножит ваши сбережения. Звоните. 250 075. Самое быстрое похудение Турбо Слим Экспресс. Всего за три дня до минус трех килограммов и до трех сантиметров в талии. Турбо Слим Экспресс от компании Эвалар.